Развитие и процветание Латгальского региона, как, впрочем, и любого другого, в первую очередь, зависит от развития предпринимательской среды и успешной реализации бизнес-проектов. Чем их больше, тем выше уровень благосостояния населения и меньше уровень безработицы. Насколько инвестиционный климат в Дауглополсе является привлекательным? Для кого мы сегодня интересны? И кто готов инвестировать в наш регион? Об этом сегодня мы говорим заместителем председателя Дауглополской городской думы Петерисом Залбе. Здравствуйте, господин Залбе. Добрый день. Ну, уже в эту пятницу в Дауглополсе состоится очередной бизнес-форум, главным вопросом которого станет, каковы перспективы Латгальской специальной экономической зоны. Насколько сегодня велик интерес предпринимателей, в том числе иностранных, к нашему региону и к перспективам, которые открывает для них вот эта специальная экономическая зона? Интерес очень большой. Интерес обоснован на том, что у города Дауглополса и у Латгалии очень хорошая географическая ситуация. Через город Дауглополс проходят две транснациональные дороги, которые связывают нас с Востоком и Западом. И этот путь проходит именно через Дауглополс. И потому мы данную платформу показываем, что да, Дауглополс интересен и со стороны логистики, и со стороны предпринимательской среды, и со стороны того, что у нас люди умеют разговаривать на нескольких языках. И это очень важно для инвестора, так как инвестор должен со своим сотрудником разговаривать на одном языке и, давая задания, он, конечно, хочет получать полный отдач. Но они должны понимать друг друга. Они должны понимать друг друга. И, конечно, поэтому, может быть, у нас и формируются всегда основные бизнес-партнеры, которые есть в Дауглополсе. Это российская сторона, это белорусская сторона и это польская сторона. Так как в Дауглополсе разговаривают и на латышском языке, и на русском языке, и на польском языке. Патрис, ну вот уже предвижу, что кто-то скажет, Дауглополс уже семь веков стоит на перекрестке этих дорог, да? Но вот в последнее время инвесторы как-то только поглядывают сюда. Или это неправильное осуждение? Вы знаете, это полный миф, так как те цифры, которые показывают о развитии города, те цифры, которые показывают о трудоустроенных людях города, они говорят об обратном. Они говорят о том, что есть предприятия, которые здесь создают рабочие места. Есть предприятия, которые нашли свои контакты на тех форумах, которые проводит самоуправление, и успешно продолжают сотрудничество. Один тому пример есть компания Сиа Дауглополс Дзелсбетонс, которая на данный момент за 2016-2017 год увеличила на 81 рабочее место свое производство. Есть и другие компании, которые тоже на данный момент увеличивают свои рабочие места. Точно так же развивается Циглер Машинбулы, Точно так же развивается Центенненэл Индастрии, с которой тоже ищут и возможности, и используют те возможности, которые есть у нас в Дауглополсе. Вы назвали компании, которые уже в Дауглополсе работают не первый год. А новые-то есть? Конечно, есть и новые компании, с которыми сейчас и самоуправление ведет переговоры, которые уже заключили соглашение о сотрудничестве с самоуправлением. И это, конечно, компания Сиа Балтик Пэлэц Энерджи, которая собирается инвестировать в производство гранул 23 миллиона и создать около 60 новых рабочих мест именно на производстве. Когда этот момент произойдет? Этот момент уже они получают Буватляюю, и в этом году они приступают к строительству завода. Где он будет находиться? Он будет находиться в микрорайоне Черепова на улицу Дундуру. И, конечно, самоуправление тоже приводит в порядок ту инфраструктуру, которая необходима для предпринимателей. Это подъездные дороги, это инженерные коммуникации. И дополнительно делает и освещение улиц, чтобы те люди, которые шли на работу, они шли бы по освещенным улицам, чтобы общественный транспорт, на котором они едут, по возможности ближе останавливался к рабочему месту. К тому есть ряд сопутствующих действий, которые делает самоуправление за счет европейских денег. Но вот вы заговорили о реновации и заброшенных индустриальных зон Дагуэклса, правильно? Регенерации. Регенерации, да. Хорошо. На сегодняшний день какова ситуация? Северная индустриальная зона. Там уже все идеально, да? Северная индустриальная зона на данный момент только работает первая часть, та, которая была приведена в порядок. Но так как и на Северную индустриальную зону дополнительно пришли компании, которые занимаются тоже производством. Например, в 2016 году на Северной индустриальной зоне начала работать компания, которая производит дрова на экспорт. Есть другие компании, которые тоже работают. Есть та же компания Axon Cable, которая смотрит на свое расширение, дополнительно хочет развивать новый вид деятельности на своей компании. И им тоже необходима дополнительная инфраструктура. И, конечно, самоуправление теперь идет и вторую, и третью очередь по развитию Северной индустриальной зоны. Еще одна индустриальная зона, мы уже говорили, Черепово. Помимо завода... Baltic Pallet Energy. Да, что там еще планируется сделать? Если мы смотрим именно индустриальную зону Черепова, то дополнительно компания East Metal продолжает инвестировать. Она готова инвестировать еще 4 миллиона евро в устройство своих производственных мощностей и создать дополнительные 30 рабочих мест. Рядом находится компания, которая уже выкупила здание на Валкос 2Б. Это СМД Baltic, который будет заниматься производством электронных компонентов. Это белорусская компания? Это белорусская компания, которая тоже выбрала именно город Даугавпилс для развития своего бизнеса и планирует в ближайшие годы инвестировать 2 миллиона евро именно в производство и создать 100 новых рабочих мест. По тем договоренностям, которые на данный момент заключены у самоуправления с бизнесом, то в ближайшие 2 года будут созданы от 300 до 500 рабочих мест. Последующие договоренности, которые на данный момент заключают самоуправление, даст возможность в городе за 4 года создать более 1000 рабочих мест. Если в 2013 году на бирже занятости числилось 6500 безработных, то на феврале месяц 2017 года в Даугавпилсе зарегистрировано 4500 безработных. Конечно, есть часть безработных, которые уехали за границу. Есть часть семей, которые уехали и больше не регистрируются. Но есть очень много предпринимателей, которые за эти 4 года создали новые рабочие места, которые расширили свои производства, которые расширили те услуги, которые они предоставляют. И это уже конкретные статистические данные о том, что если в городе появляется 10 новых рабочих производственных мест, то в смежных отраслях появляется до 20 новых рабочих мест. Если мы вернемся к северной индустриальной зоне, то она оказалась интересна еще двум инвесторам, это уже латвийские инвестора, у которых бизнес отчасти есть в Даугавпилсе, но и есть в других городах. И что самое интересное, именно город Даугавпилс выбирает уже вторая компания по производству древесных гранул. И они хотят именно на той территории, где у самоуправления выделена индустриальная зона Greenfield, именно на ней развивать тоже производство древесных гранул. И вторая компания, которая занимается переработкой горюче-смазущих материалов, тоже есть у них предложения по расширению своего производства и предоставлению новых услуг для экономики Латвии. А вот по второму проекту интересы жителей будут соблюдены? В Латвии существует законодательство, которое обязывает любого предпринимателя делать бизнес таким образом, чтобы он не был бы вреден окружающей среде. И, конечно, самоуправление со своей стороны тоже смотрит, чтобы те предприниматели, которые заходили, они не нарушали законы, и чтобы все производственные мощности, которые строились, они соответствовали бы букве закона, и чтобы не было бы вреда окружающей среде, и чтобы не было бы вреда для людей. Ну, как вам кажется, со временем Даугавпилс вернет в себе славу промышленного города? Я думаю, что Даугавпилс на данный момент может сказать, что мы на правильном пути по развитию промышленности, мы преодолели точку невозврата, и у нас уже идет экономический рост именно в промышленной среде. Это будет развитый город и в инфраструктуре, это будет развитый город с промышленностью, и это будут люди с хорошим достатком. Ну что же, будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо вам, господин Залбе, что нашли время и пришли в нашу студию. На этом все. До свидания и до новых встреч на телеканале Даудком.